Триумф против санкций Каких показателей достиг экспорт российского оружия в 2018 году? 25 декабря 2018 года, 21 час 40 минут Алексей Заквасин 2018 год в России был отмечен рядом важных сделок в сфере военно-технического сотрудничества, ВТС, с иностранными государствами. Крупнейший контракт заключен с Индией, Москва поставит неудели 10 дивизионов зенитного комплекса С-400 Триумф стоимостью более 5 миллиардов долларов, как ожидают эксперты, по итогам нынешнего года объем продаж оружия из РФ составит порядка 16 миллиардов долларов, несмотря на санкции США, портфель заказов на отечественную военную технику вырос с 45 миллиардов долларов в 2017 году до 55 миллиардов долларов в 2018. О том, какое российское вооружение пользуется спросом за рубежом, в материале. Art. Крупнейшим контрактом в 2018 году в сфере военно-технического сотрудничества, ВТС, России с иностранными государствами стала сделка с Индией. В начале октября Москва и Нью-Дели заключили соглашение о поставке пяти полковых комплектов, десяти дивизионов зенитного ракетного комплекса ЗРК С-400 Триумф. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, стоимость контракта превышает 5 миллиардов долларов государства договорились, что расчеты будут производиться в рублях. В пересчете на российскую валюту по текущему курсу Центробанка Нью-Дели заплатит Москве более 330 миллиардов рублей. Продажа С-400 Индии станет самой крупной недолларовой сделкой в сфере ВТС в новейшей истории РФ, отметил в беседе с. Арти главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. По его мнению, данный контракт мог привести к увеличению в этом году портфеля заказов. По информации Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в СТСЭФС, этот показатель составляет 55 миллиардов долларов для сравнения. В 2017-м экспорт достиг отметки 45 миллиардов долларов. Индийский рынок остается основным по подсчетам Стокгольмского института проблем мира, СИПРИ. Индия является ведущим покупателем российского оружия. Рекордный объем продаж был достигнут в 2015 году, 4 миллиарда долларов Нью-Дели, уникальный партнер Москвы по ВТС Индия, одна из немногих стран, с которыми Россия делится технологиями и учреждает совместные предприятия. С 2000-х годов Москва поставляет Нью-Дели комплекты для сборки истребителей Су-27, Су-30 и танков Т-90С, с 2017 года холдинг «Вертолеты России и Минобороны Индии» обсуждают контракт на сборку свыше 200 многоцелевых вертолетов К-226Т, также по теме. Высокий уровень доверия, как будет развиваться военно-техническое сотрудничество между Россией и Индией. Россия и Индия создадут рабочую группу по военному сотрудничеству. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время переговоров с. По информации СМИ, в 2016 году комиссия по военным закупкам военного ведомства Индии одобрила покупку 464 танков Т-90МС, данная машина оснащена тепловизионными камерами и дополнительными комплексами защиты. По тактико-техническим характеристикам она превосходит модификации Т-90, которые собираются в Индии. Индийский рынок остается основным для России, и ситуация вряд ли кардинально изменится. Конечно, сотрудничество с Индией не безоблачное. Но подавляющее большинство спорных вопросов разрешалось положительно для обоих государств. Кроме того, Дили не занимается воровством технологий, действует в рамках закона, пояснил в беседе с RT-военный эксперт Виктор Литовкин. 13 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в Нью-Деле переговоры с индийской коллегой Нермалой Сидхараман. По итогам встречи глава российского военного ведомства заявил, что, помимо С-400, Россия поставит Индии несколько фрегатов проекта 11356. В преддверии переговоров в Нью-Деле в интервью «Красной звезде» посол Индии в Москве Датла Балавин Катеш Варма сообщил, что ВТС обоих государств должно выйти за рамки отношений, основанных на принципе продавец-покупатель. По его мнению, Москва и Нью-Деле могут начать совместные разработки, используя сильные стороны друг друга. В уходящем году Москва заключила 1100 контрактов на поставку вооружений за рубеж. Помимо Индии, крупные контракты были подписаны с другими странами Юго-Восточной Азии. В январе 2018 года в ходе визита Шойгу в Мьянму было объявлено о покупке этой страной шести многофункциональных истребителей Су-30Ме общей стоимостью 300 миллионов долларов. В феврале Россия подписала контракт на поставку 11 самолетов Су-35 ВВС Индонезии на общую сумму 1,1 миллиарда долларов санкционное давление по прогнозу опрошенных Арти. Экспертов, по итогам 2018 года объем продаж военной техники России составит около 16 миллиардов долларов, примерно на такую сумму РФ ежегодно продает оружие за рубеж. При этом общая стоимость всех заключенных контрактов по линии Рособоронэкспорта в 2018 году достигла 19 миллиардов долларов, это рекордный за последние 18 лет показатель. В прошлом году он составлял 15 миллиардов долларов за 18 лет Рособоронэкспорт стал одним из мировых лидеров в области поставок вооружения и военной техники и достиг рекордных показателей. Сегодня Россия уверенно держит второе место в мире, около 23%. Арти, по объемам военно-технического сотрудничества, говорится в материалах Рособоронэкспорта, также по теме. Стабильно большой интерес, чем объясняется рекордно высокий спрос на российское оружие портфель заказов на поставку иностранным государствам различных видов российского вооружения превысил 50 миллиардов долларов об этом сообщил. Подобный успех был достигнут, несмотря на санкционное давление, которое Соединенные Штаты оказывают на РФ и ее партнеров по ВТС, в частности США препятствуют осуществлению транзакций в долларах между Россией и зарубежными государствами. Кроме того, с 2017 года за океаном действует закон Кааца о противодействии противникам Америки посредством санкций, который позволяет замораживать активы и запрещать финансовым институтам США сотрудничать с государствами, заключающими крупные оружейные сделки с РФ. В сентябре 2018 года Вашингтон воспользовался положениями Кааца, чтобы вести санкции против Департамента развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его главы Лишану за сделки с Москвой на покупку С-424 истребителей Су-35, которые были заключены еще в 2015 году. Я не сомневаюсь, что американцы продолжат пользоваться Кааца, в том числе против Китая и других государств. Собственно, это одна из причин перехода на расчеты в национальной валюте. Использование американской валюты значительно облегчает расчеты, однако отказ от доллара не является чем-то критичным. Стороны могут оговорить иные формы расчета, включая бартер, пояснил Андрей Фролов. Виктор Литовкин напомнил, что Соединенные Штаты оказывают огромное давление на партнеров России по линии ВТС, в том числе используя дипломатические каналы. По его словам, Вашингтон пытается не только сорвать уже заключенные контракты, но и препятствует их заключению в принципе. В августе генеральный директор Департамента внешней торговли Министерства торговли Индонезии Оки Нурва сообщил о попытках США воспрепятствовать реализации контракта на поставку Су-35. В ноябре официальный представитель ВВС Индонезии Навян Самега рассказал британскому изданию JNS о возможном расторжении сделки. Однако посол Индонезии в Москве Мохамед Вахид Суприят заявил, что контракт остается в силе. Расширение географии в ноябрьском интервью ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в СТФСЭФЦ, Дмитрий Шугаев назвал санкции механизмом недобросовестной конкуренции. По его словам, ограничительные меры осложняют процедуру расчетов, но существенного снижения портфеля заказов в среднесрочной перспективе не предвидится. Шугаев подчеркнул, что партнеры РФ покупают отечественное оружие, анализируя его тактико-технические характеристики и эффективность в боевых условиях. «Мы продвигаем на мировой рынок широкую номенклатуру современной и доказавшей свою надежность в боевых условиях военной техники. Поэтому, несмотря ни на что, мы развиваем ВТС более чем со ста государствами и год от года расширяем географию ВТС», — сказал Шугаев. «Наибольшим экспортным потенциалом обладают средства ПВО, отечественные авиации, танки, бронетехника, корабли, гранатометы и различные стрелковые оружия», — уточнил в беседе сорти военный эксперт Виктор Литовкин. Он полагает, что в ближайшие годы сохранится стабильно высокий спрос на вооружение из РФ. Основным рынком сбыта для отечественного оружия останется регион Юго-Восточной Азии, Индия, Китай, Вьетнам, Индонезия, Минма. Возможно, вырастут поставки в Пакистан. Также, скорее всего, Москва улучшит позиции в Северной Африке. «Хорошие перспективы открываются в Египте и Алжире», — отметил Литовкин. Эксперт также ожидает заключения новых контрактов на поставку С-400. По данным американского телеканала «Конс», интерес к этой системе проявляют 13 государств. На текущий момент АО-концерн «Фока Алмаз-Антей», разработчик и производитель «Триумфа», выполняет заказ трех стран — Китая, Турции и Индии. С-400 — это дорогая и сложная в эксплуатации техника. Контракты на приобретение составляют существенную часть портфеля заказов, и такая ситуация сохранится, видимо, надолго. Однако это не означает, что Россию будут кормить только поставки «Триумфов». Огромное количество другой отечественной военной техники пользуется популярностью из-за высокой надежности и невысокой цены, — резюмировал Литовкин.